Привет! Ну что, актуалочка подъехала, но есть один нюанс. После простуды у меня заложено одно ухо и этим ухом я слышу гораздо хуже, чем другим, так что балансы я буду выставлять примерно на ощупь. Так что не пинайте сильно меня за эти ваши сведения в этом ремиксе, а это будет ремикс и ремикс на песню о любви к свободе. Оригинал в 180 bpm, так что закинем и акапеллу оригинал, чтобы их синхронизировать. Я хочу писать в 160 bpm, я понимаю, что это где-то верхняя граница Jersey Club, но в этом bpm эта акапелла звучит лучше всего. Это будет нашим вступлением, потом будет идти часть, которую я использую для дропа, так что мы ее сейчас отрежем и пересамплируем, чтобы потом порезать в слайсере. Верну оригинальный питч, выделяем Ctrl-Alt-C, правая кнопка мышки, Open a new fruity slicer и пока на него забьем. Займемся вступлением. Чтобы звучало nice, а чтобы звучало smooth, нам нужно пьяно smooth. Естественно это нуар и пока он грузится, добавим басец, который у нас будет играть во вступлении. Постоянно кажется, что звук звучит правее. Тональность F sharp minor и первая нота это не F sharp, а D. Басовые нотки звучат типа вот так. Только естественно на октаву ниже. И добавим громкость. А капелло немножко убавим, потому что орет пипец. Теперь это все копируем просто на фортепьяно, только давайте в новом паттерне. От них построим аккорды. Первый будет мажорным, второй будет минорным, третий будет минорным, четвертый будет мажорным. Для большего жира нижние нотки продублируем на октаву вниз. И верхние вот эти нотки Alt-S примерно с такими вот настроеками. И все это можем опустить на октаву вниз, чтобы вступление было таким монументальным. И вновь у меня к тебе есть небольшая просьба. Поставь лайк этому ролику. И тогда у меня чуть быстрее пройдет простуда. Твои биты станут немножечко жирнее, а это видео увидит чуть большее количество людей, от чего я буду невероятно сильно рад. Так что поставь лайк этому ролику. Спасибо. В оригинальном треке, в моменте, который я вырезал, звучит мотивчик. В данном случае он совпадает с аккордом D мажор. Но вот мы переходим сюда, и он становится уже на нотке C-sharp минор. Пока звучит простоват. Но если несколько SFX-ков добавить. А потом полис сирены, которое мы растянем. Солнечный яд. Я хотела забыть ту пору и вниз. Потом брейк. Еще вот такой триангл. С привербом. Мне прям очень понравился. И вот этот стомп, который мы реверснем. И немножечко растянем. Ну и голосок. Очень много пространства я сюда накидаю. Всяких дилеев, ревербов. Но пока давайте сделаем дроп. Основной кик я взял из PBS. Я не забыл про специфические джерси звуки. Они будут. Но пока давайте пропишем именно ритмическую основу. Типа вот так. Вот так. Вот так. Дроп готов. Переходим в сэмпл. Его нужно порезать в битах. Потом нужно его питч задрать на 100. Поставим продолжительность чуть-чуть растянутую в районе там 108%. Дикейс зарядим прям очень сильно. Чтобы было по отрывистее звучать. И сам рисунок будет типа. Я сошла с ума. Ой боже мой. Давайте я действительно побуду просто асмрщиком. И не буду напевать. Потому что это какой-то кринж. Кринжатура я бы даже сказал. И потом возьмем вот это же. Только из следующего куска. Припевать. И мне нужно. И на-на-на-на. А в конце мы поставим кусочек. Сразу добавим 808. Тупо по ноткам аккордов. Все. Джерси дроп. 18 декабря. А это завтра относительно выхода этого ролика. Ну точнее когда я планирую его выложить. У меня день рождения. А еще скоро новый год. Так что я решил начать праздничную акцию. С 19 по 31 декабря. При покупке моего видеокурса по битмейкингу. Вы в подарок получаете прошлый видеокурс. И два дополнительных персональных урока. А при покупке 18 декабря. Вы в подарок получаете три дополнительных урока. То есть на один больше. Эти дополнительные личные уроки. Отлично подойдут для проверки домашних заданий. И поддержки по курсу. Так что с ними. Видеокурс становится практически персональным. А узнать о видеокурсе подробнее или его заказать можно у меня. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И прокачивайте свои навыки. Еще можно на самом деле в 808 сделать небольшую яму под кик. Вот так звучит по-моему поинтереснее. Ну и пока мы здесь соберем паттерн ударных. Хлэпчик. Хайхетики как-то попроще. Типа вот так наверное просто. Это будет у нас во второй части дропа. А вот это. Да. И следующий кусок. Та-тан-тан-тан-тан. Ну и просто вот этот звук в начале. Это первая часть нашего дропа. Вторая часть будет Ctrl-C, Ctrl-V. На вот этот кик. Который уже из Jersey Pack. Который я скачал на Reddite. У-у-у. Его название прямо сейчас загорелось на экране. Присутствует легкий клиппинг. Надо все убавить. И во второй части дропа появится. Чтобы сделать это звучание чуть больше и чуть интереснее. Я хочу вот панораму у звуков пошатать. Которые вот перкуссионные звуки. Снэпы. Только не так сильно. И вот мне кажется когда я перемещаю вправо. Что я перемещаю капец сильно. А когда влево перемещаю. Кажется что капец слабо. Блин дурацкое ощущение. Лечите простуду вовремя. Да мы можем просто Alt-R сжать и Accept. Хай-хет, Alt-R. Здесь можем как-нибудь вручную. Типа вот это вот так. А потом вот так. Вот так. И вот так. На этом звуке сделаем просто стерео дилей. Типа это аналог стерео шейпера. И в этой части у нас тоже будут играть аккорды. Только на октаву выше. И для жирности можем добавить еще. Хотя я не уверен что эта жирность тут нужна. Но все равно мы добавим Pad. Basic Bright Pad. Из Хайва. Ctrl-C, Ctrl-V. Берем вот это. И средние нотки поднимем на октавку вверх. И я хочу повесить на него тремолата. Чтобы он пульсировал именно. По-моему так он звучит отлично. И во вторую часть дропа я хочу добавить еще какой-то там тамбарин луп. И чтобы ему было не скучно. Добавим к нему еще один луп. Сравняем их примерно по громкости. Один отправим на 30% влево. Другой на 30% вправо. И трек у нас будет офигенно широкий. Еще добавим сюда крэш. И его мы тоже расширим в стерео дилея. И очень сильно убавим. Ну и конечно же. Подровняем под наш темп. Там где он играет. У нас все кроме голоса будет затихать. Потому что так прикольно. И здесь у нас снова будет брейк. Вот такой. И потом следующая часть. Которую мы запилим. Как только я сделаю пару обработок. Я сделал канал с дилеем для вокала. На котором дилей. Потом чуть-чуть реверберации. Чтобы этот дилей размыть. Он сайченится от вокала. Потому что. Ну мне кажется так прикольнее звучит. То же самое я сделал с ревером. У нас ревер, который немножко сайченится от вокала. Это все посылами. И все это собирается в инструментальный общий канал. Где просто лежит Сатурн. Потом у нас есть лоу-бас. На который приходит бас 808 и 2 кика. На лоу-басе ничего нет. На кике я решил поэкспериментировать. На люфтикусе задрал 640. Потом литл радиатор с такими настройками. Потом озон и майджер. Чтобы все стало большим и широким. На всем вот этом просто много пространства. На noise folie дилей длиннющий. На сирене просто реверберация. На треугольнике стерео шейпер. На A тоже дилей. Тоже просто реверк. То есть по факту я далеко не лез. Просто чтобы все стало большим и очень атмосферным. Именно во вступлении. На общем канале ударных Сатурн. Клинтейп немножко задрал середину. Потом вот Camel Crusher с такими настройками. То есть вообще ничего сложного. Еще очень важно от кика сейчас делать. Сайдчейн на всю шину инстерна. Который приходит вокал. Ривера. Вообще все-все. Сайдчейн туди стрейка. Просто вешаем сюда против лимитов. Компрессор. Правая кнопка мышки. Кик. И как-то вот так. Теперь займемся следующей частью. Декликин мод поставим дженерик. И возьмем вот этот кусок. Вот тут на-на. Вот так. Make unique. У нас стретч включен. Ренч ставим на 12. Опускаем на 12 полутонов. И получаем. Мне кажется прикольно звучит. Сюда мы ставим вот этот паттерн. И я хочу во вступление сделать штучку с клэпом. Делаем его уникальным. И нарисуем ему такой же рисунок, что и у всех ударных. Только он будет с небольшими ускорениями. Типа вот такие. Здесь ускорение будет уже вот такое. А вот здесь вот у нас. Та-та-та-та-та. Вот так. Потом. Ctrl-U. И ему я хочу нарисовать автоматизацию для джеттифильтра. Чтобы он вылезал из-под воды. Та нафиг нам этот джеттифильтра. У нас есть дистрактор. Просто вот так правая кнопка мышки на фильтр. Create Automation Clip. Начнем как-нибудь вот так. Ладно. Очень хочется мне это сделать. Просто ревербератор еще возьмем. Вот с такими настройками. И Create Automation Clip на Reverb. Чтобы он был включен только вот в этом месте. И дистрактор также будет включен только в том месте, где он нам нужен. И вот этот паттерн клэпов ставим вот сюда. Теперь мы делаем выход из трека путем засовывания сюда первого куплета. И сюда же пойдет фортепьяно и бас из вступления. И перед тем, как мы сделаем мастер. Эта версия трека запитчена на один полутон вверх. Но мы можем запитчить все вместе на три полутона. И звучать будет вот так. Мне больше нравится версия, поднятая на один полутон. Вы можете написать в комментариях. Каких комментариев будет больше, такую я в итоге и выложу. Потому что все равно мне нужно будет дождаться, пока у меня отложат ухо. Проверить сведение. И только после этого выкладывать. Короче, я успею прочитать все ваши комментарии. В качестве клипера на мастера Newfoundland Saturate. Затем Ozone. Imager. Exciter. Vintage Tape. И Vintage EQ. Поднимем 3 кГц. Убавим 300 Гц. И просто Fafilter Pro L. Даже ничего разгонять, наверное, не надо. Ну и маленький еще штришок. Я все подвину на один такт. И просто немножко открою вокала, чтобы было... Чтобы начиналось как-то более-менее осмысленно. Ну вот такой трек получился. Напишите в комментариях, какая версия лучше запитченная на 1 полутон или на 3 полутона. Напишите в комментариях вообще, получилось ли мне сделать Jersey Club. И конечно ставьте лайк видосу, если вам понравился или понравился трек. И напоминаю, что недавно у меня вышел видеокурс от Адая по битмейкингу, который отлично подойдет новичкам. Чтобы узнать подробнее, напишите мне. Ссылочка в описании. Обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. И на этом все. С вами был Стас Гарф Прот. Я буду ждать вас в следующем видео. С вами был Стас Гарф Прот.